Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Чувашской республике Юрий Кручинин. Юрий Сергеевич, здравствуйте! Юрий Сергеевич, тема настолько у нас всеобъемлющая, права и свобода человека, и трудно определить какую-то классификацию, выделить какой-то один момент. И хочется узнать вашу точку зрения, как в нашей республике обстоит ситуация с защитой прав и свобод человека. Вы недавно выпустили доклад на эту тему. Ну, доклад мой ежегодный, уже третий по счету после вступления в должность в ноябре 2012 года. Ну, с учетом того, что вы достаточно редко меня к себе приглашаете, значит, у нас не такие плохие дела с правами человека в республике. То есть таких кричащих проблем, видимо, нет. Но, в свою очередь, я скажу, что работа достаточно напряженная. Она просто, если так можно сказать, не афишируется. И есть над чем работать аппарату уполномоченного, да и всем аппаратам уполномоченных, которые у нас созданы в республике. Поэтому нам, жители нашей республики, не дают скучать и заявляют свои права, приходят и ставят проблемы. И мы по возможности их решаем. Есть у нас определенные сложности. Может быть, нас слишком недостаточно для решения всех проблем. Но то, что нам удается сделать для пользы жителей нашей республики, уже как-то вызывает определенное удовлетворение. Вот есть какой-то анализ обращений? Сколько человек к вам обращаются? По каким проблемам обращаются за помощью? Да, мы этот анализ делаем ежегодно, поскольку он обязательный, этот анализ. Иначе тут по-другому и не получится. Вот. Количество обращений граждан растет из года в год. Ну, где-то в среднем, если сравнивать один период с другим аналогичным периодом, то получается где-то 200-250 обращений каждый раз прирастает. Основной интерес для граждан представляет реализация их прав на жилище, конечно. Ну, есть, также просматриваются такие парадоксальные вещи, что основное количество жалоб поступает на действия и бездействия наших органов исполнительной власти и федерального подчинения. Хотя, казалось бы, у меня там полномочия довольно-таки ограничены, но, тем не менее, все эти вопросы удается решать, если это не процессуальная деятельность, если это не вопросы правосудия. Вот. И для того, чтобы более успешны наши были результаты в отстаивании прав граждан, вот именно в работе этих органов федерального подчинения, мы со всеми руководителями этих органов, ну, не со всеми, конечно, почти со всеми, за исключением, может быть, Следственного комитета, ФСБ, Верховного суда, вот, заключили соответствующее соглашение. Соглашение, да, взаимодействие. И руководители этих органов с пониманием относятся к моей миссии и без всяких конфликтных таких ситуаций удается все эти вопросы решить. Вот вы говорите, на 200-250 обращений в год увеличивается, да? Это связано с тем, что права людей нарушаются или растет их какая-то правовая грамотность? Наверное, скорее всего, они узнали об этом институте государственной правозащиты. И еще как очередную инстанцию хотят задействовать в решении своих проблем. А всегда ли эти обращения действительно могут быть удовлетворены или люди порой просто к вам обращаются от того, что надо кому-то обратиться, чтобы там их выслушали, может быть? Ну, хороший вопрос, потому что, да, действительно, что вот есть уже такая категория граждан, я их называю, да и не только я, а уже общепринятое определение, кверулянты. Это те люди, которые считают, что у них есть определенные права, но эти права оказываются мнимыми. Более того, что по всем тем вопросам, которые они ставили, уже давно поставлена точка в судебном порядке, то есть все имеют на руках решение судов, вступившую в законную силу. Тем более, это было уже давным-давно. Но, тем не менее, они считают, что они попробуют ли еще раз обратиться по данной жалобе уже к уполномоченному, а вдруг решат, то есть на удачу идут. Поэтому, а так, жалобы достаточно обоснованные есть. И все это, конечно, тогда, когда связано именно с органами исполнительной власти, то все вот те неувязки, которые имеют место быть, то они все оперативно решаются. И очень часто, когда говорят про уполномоченного по правам человека, затрагивают тему особую категорию людей. Особая категория людей – это заключенные, права заключенных, осужденных, людей, которые проходят лечение в психиатрических клиниках. Что-то меняется в этой сфере или становится больше обращение о защите прав этих людей? Может быть, примеры какие-то можно привести? Ну, что касается прав заключенных, прав людей, страдающих психическими расстройствами, которые находятся в условиях стационара, то это такая вот щепетильная тема. Я их так называю. Это люди в большинстве своем безропотные, что касается психбольных. То есть они не осознают, какими они правами обладают. Они живут так, как им предоставили возможность жить. В данных условиях. Да, да. И поэтому, когда мы посещали психоневрологические диспансеры, нашу республиканскую психиатрическую больницу, ее отделение в районах, то обратили внимание на то, что они пребывают в таких условиях, которые еще более удручают их положение. То есть очень скудное убранство тех помещений, жилых, где они находятся, неряшливо одеты, иногда даже остаются без присмотра в тех местах, где они отправляют естественные надобности. То есть отсутствует заботливое отношение к этим людям. И вот на эти вопросы мы обратили руководство всех этих учреждений. И в настоящее время действительно ситуация резко исправлена. Поражает, опять же, отношение руководителей этих учреждений. Одно учреждение, допустим, Тарханский психоневрологический диспансер, там действительно деятельный руководитель. Персонал, можно сказать, в таких белоснежных передничках ходит. Все питание отличное, убранство комнаты отличное. Вот, жизнерадостное такое, если можно сказать. И взять, допустим, Карабай Шамурша. Аналогичное учреждение. Запущенное состояние. То есть вот сейчас оно приводится в надлежащий вид. То есть все зависит порой от первого лица. Без различий, как говорится. Да, да, да. Что касается заключенных, в вопросе коммунально-бытового обеспечения, если так можно сказать, лиц, содержащихся в местах лишения свободы, очень большой прорыв сделан. Если сравнить с 2012 годом, когда я пришел, была переполненность следственных изоляторов, была переполненность колоний исправительных. Текли, в буквальном смысле, крыши жилых помещений, где находятся заключенные. Сейчас лимит наполненности даже, я бы так сказал, в дефицитном, что ли, состоянии. То есть гораздо больше свободных площадей. Та жилищная положенность, она соблюдается на каждого заключенного. Отремонтированы жилые помещения. Открыты дополнительные помещения, работающие в режиме следственного изолятора. То есть наши два изолятора, это Цивильский и Чебоксарский, они сейчас разгружены. Началось строительство, которое должно уже к концу 2017 года завершиться. Новый следственный изолятор номер три. То есть и руководство, управление Федеральной службой исполнения наказаний достаточно активно работает. И мы никогда не оставляем без контроля все вот эти мероприятия, которые происходят. То есть результаты налицо. Да, ну это можно долго об этом говорить. Мы, более того, не однобоко смотрим на проблемы, которые у нас в местах лишения свободы. Мы даже обратили внимание на такой момент, что не должны они выходить на свободу обозленными из этих мест. Более того, к ним приезжают родственники. Они тоже должны какую-то определенную общественную оценку делать, как к ним-то, к самим относятся. Если к родственникам плохо персонал этих администраций относится, то, естественно, и к заключенным от такой же отношения можно подозревать. И поэтому мы обратили внимание на те помещения, которые предназначены для свидания заключенных со своими родственниками. Их тоже привели в нормальный человеческий, как говорится, вид. Много вопросов еще остается, но тем не менее. Ну, Юрий Сергеевич, ну, наверное, здесь в отношении к такой категории лиц не только ваше должно быть внимание, да, не только, может быть, внимание руководителей этих организаций, но и общество должно как-то поменять свое отношение к тем же самым людям, которые, вот вы говорите, безропотно принимают условия жизни, да. Готовы ли наше общество к изменениям, к таким, к тому, что должны быть цивилизованные условия для этой категории жителей, людей? Ну, в настоящее время... Обоюдная адаптация какая-то должна быть. Нет, ну, вот я хочу сказать, что в настоящее время само общество, то есть простые граждане, которые живут в нормальных человеческих условиях, которые сами обустраивают эти условия, они сейчас тоже не менее озабочены в поиске средств своего существования. Но, тем не менее, есть определенные институты гражданского общества, которые обязаны работать. Это общественная палата Чувашской республики, это общественная наблюдательная комиссия. Вот, и мы именно вот с этими организациями находимся в тесном взаимодействии. То есть, если мы делаем какие-то проверки всех этих учреждений, я имею в виду исправительных, следственных изоляторов, вот, то мы обязательно берем их с собой, то есть приобщаем к этой работе. Это их непосредственное основное функциональное направление, вот, и их об этом общество должно спрашивать, как они успешно работают. Ну, и вообще уровень развития общества, конечно, оценивается уровнем отношения к социально незащищенным слоям, да, к животным, к тем же самым пенсионерам, пожилым, заключенным, психически, может быть, больным людям. Как вот вы наше общество оцениваете? Как вот наши люди относятся, по вашему мнению? Ну, давно известная истина. То есть, цивилизованность общества определяется отношением государства к старикам и детям. Вот, наверное, от этого и надо отталкиваться. Я вижу, что наше государство в целом и непосредственно руководство республики, оно держит руку на пульсе. Вот, и все меры социальной поддержки, которые предназначаются для этих льготных категорий, да и не только льготных категорий, есть просто адресная материальная помощь, ну, допустим, по Горельцам, к примеру, неожиданно возникает. Вот, оно выполняет все эти социальные обязательства. Конечно, вот, я опять же скажу, в наше нелегкое время немножко мы затягиваем пояса, но свои социальные обязательства перед детями-сиротами, перед детями-инвалидными, перед, я не знаю, даже ветеранами нашими, малоимущими, вот, оно не снимает с себя никаких обязательств, вот, и все государственные программы, которые предусматривают меры социальной поддержки, они до настоящего времени выполняются. Ну, вы, наверное, в силу своей службы как-то отслеживаете эти моменты? Да, обязательно отслеживаю, то есть, тут несколько ведомств, то есть, органов исполнительной власти в лице профильных министерств, они постоянно, как говорится, взаимодействуют с аппаратом уполномоченного, мы получаем от них сведения, и там, где что-то вот не срастается, вот, то мы, ну, стараемся скорректировать. Юрий Сергеевич, еще один такой вопрос. Вопрос. Недавно было высказано мнение о том, что, наверное, институт уполномоченного по правам человека и правам детей в Чувашской республике будут объединены эти два института. Вот как вы относитесь к данной идее? Готовы ли вы выполнять две функции? Сложный, сложный вопрос. Я хочу сказать, что уполномоченный по правам человека, вообще, по своему определению, он никогда и не стоит в стороне от проблем детства и материнства, да. Тут дети не воспринимаются как бы изолированно. Тут же и вопросы родителей, потому что многие вопросы связаны с оказанием медицинской помощи детям. Вообще, очень сложный вопрос – это соблюдение прав детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Там эти заболевания трудно, честно говоря, выговорить, не то что вылечить. И поэтому вот здесь, наверное, очень много вопросов будет, потому что все связано с экономической поддержкой, с финансовой поддержкой всех тех мероприятий, которые как раз будут направлены и на медицинскую помощь в такой категории детям, и на лекарственное обеспечение, и на процедуры реабилитации. То есть все везде требует финансовых уложений. Ну вот если будет такое предложение об объединении двух институтов, вы возьмете на себя эту функцию? Ну, куда я денусь? Конечно, возьму. Конечно, все будет связано с тем, что не просто надо взять, надо же еще как-то солидно охватить эту сферу. Если просто формально относиться к тем обязанностям и к решению тех проблем, которые передо мной будут ставиться, то, наверное, грош цена моим будет усилим и моему аппарату. Поэтому надо как-то и нас тоже поддержать, и в плане расширения штатов аппарата, и финансирования тоже. Я думаю, что руководство республики решит этот вопрос, оно относится с пониманием к этому. Раз они принимают такое решение, значит, они планируют все это. Я думаю, Василий. Спасибо большое, Юрий Сергеевич, за вашу небезразличную позицию. Спасибо за то, что вы ответили на наши вопросы. Напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «По существу» был полномочный по защите прав человека Юрий Кручинин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова